Всем привет, друзья! Сегодня новый видос на моем канале, посвящен он будет моим передвижением по объектам. Сегодня у меня два объекта. У нас в Москве и Московской области вводятся более жесткие меры по карантину, по коронавирусу, более жесткие меры по передвижению. Поэтому у меня сегодня кровь из носа, нужно попасть на два объекта. Один объект это монтаж винилового сайдинга, хочу вам показать, как мы монтируем. Второй объект это когда-то мы делали там монтаж фиброцементного сайдинга, правда чуть-чуть мы не доделали. Наступила зима, мы подзаморозили этот объект, скоро ребята туда заедут, все доделают, но там еще есть другая проблема небольшая. Это скорее всего мы там будем утеплять крышу, мансардную крышу, утеплять ее будем с двумя вензазорами. Там неправильно пленка, ну не то что неправильно, там пленка обычно гидрозолюционная, не диффузионная мембрана. Соответственно мне нужно сейчас ездить посмотреть, как можно, оставив эту пленку, можно нормально качественно утеплить крышу. Соответственно все это хочу показать вам, поэтому посмотрите этот видос до конца, я думаю как минимум он для вас будет полезен. Так, приехали на объект, вот он этот дом, который мы обшивали кедралом. Давайте зайдем внутрь, нам заказчик оставил калитку. Вот так вот выглядит дом, который мы раньше обшивали фиброцементным сайдингом кедрала. Значит у нас здесь не доделано вот это окно и не доделана вот эта вот подшивка свесок. Подшивка не доделана, почему? Потому что здесь вот сейчас стоит несущий столб, раньше его не было. Крыша начала немного прогибаться, неправильно ее рассчитали. Соответственно теперь тут стоит столб, который малой кровью получился исправить вот этот небольшой косяк. Теперь спокойно можем обшивать вот эти свесы, обшивать будем их фиброцементным сайдингом. В принципе нам тут ну максимум 2-3 дня, я думаю, понадобится для того, чтобы все это сделать. Также есть места, где мы не закрасили саморезы, была зима, холодно, соответственно красить нельзя, поэтому сейчас вот какие-то места будем так докрашивать уже. То, что не успели, а там вот наверху свесы, все это будем докрашивать. Вот. И здесь тоже вот так вот смотрится. Тут у нас несколько цветов, по-моему 4 цвета было. Снизу идут сокольные пластиковые панели Дёки. А на стенах идет фиброцементный сайдинг Кедрал 4-х цветов. Водосточная система. Здесь идет Дёки, Дёки Люкс. Заходим с вами в дом. Вот так вот пока тут все лежит. Здесь вот нам нужно будет сделать утепление. Небольшой участок сделать утепление по потолку. Тут видите, идут фермы. Идет шаг такой большой, надо подумать, как здесь нормально утеплить. Еще есть одна комната, которую на первом этаже нам нужно утеплить. Это даже не одна комната, а тут вот здесь, вот в этой комнате. И получается вот в этой комнате. Здесь также, смотрите, видите, идут фермы. Там наверху идет гидрозолюционная пленка, которая не обладает паропроницаемостью. Соответственно, здесь целесообразно делать утепление по потолку 20-25 сантиметров. И в этих фронтальных стенах возможно сделать какие-то слуховые окна, чтобы здесь была нормальная вентиляция. Вот, покарабкались на второй этаж. Здесь вот нам приготовили вот такую лестницу. Сейчас по этой лестнице полезем, полезем. Вот в этот проем. Итак, друзья, закарабкался я на второй этаж. Сейчас вот я нахожусь в одной из комнат. Сейчас я вам ее поближе покажу здесь. Вот все участки. Вот такие вот фермы наверху. Дальше эти фермы переходят у нас в такой вот потолок. Короче, здесь получается кровля полумансардная такая. Частичное будет утепление по стропилу. Частичное утепление будет по потолку. Что мы здесь вообще видим? Мы видим, что здесь вот на стене идет диффузионная мембрана, место пароизоляции. Соответственно, ее нужно будет заменить. Дальше мы видим, что у нас есть какое-то расстояние между стропилами. Давайте я сейчас рулеткой померю. Это расстояние. У нас получается 70 сантиметров. Там есть округлить. Дальше сверху у нас идет место диффузионной мембраны обычной гидрозолюционной пленкой. Лучше бы они вот эту пленку использовали бы наверху. Но они решили вот эту пленку использовать. Соответственно, это обычная гидрозолюционная пленка Eutafol Silver D96, которая не обладает высокой паропроницаемостью. Соответственно, к этой пленке утеплитель вплотную мы не можем делать, потому что будет проблема. Соответственно, чтобы нам как-то исправить положение и обойтись малой кровью между утеплителем и вот этой пленкой, нам нужно будет сделать зазор минимум 5 сантиметров. Вот в этом месте нам нужно сделать приток воздуха и дальше этот холодный воздух нам нужно будет выводить вот в этот небольшой чердак. Так, возвращаемся. И, соответственно, делать дальше, в дальнейшем делать утепление по потолку. Есть у нас также проблемы вот с этими местами, так как эти фермы, они сдвоены, видите, везде. Соответственно, это мостики холода и нам дополнительно нужно будет по этому поводу что-то придумать. Дальше пойдемте, я вам покажу, как сделано утепление. Тут вот есть комната, в которой не закрыта пароизоляция. Так, сейчас развернем наш телефонный фонарик. И так вот сделано утепление. Дальше, если посмотреть здесь, вот видно, что есть какие-то места, которые не очень качественно сделаны. Ну и в целом, утепление тоже сделано не очень качественно. Культура утепления довольно-таки на низком качестве. Здесь вот мы видим, как сделано утепление. Межкомнатная стена тоже утеплена, тоже она каркасная. Тоже положен бальзальтовый утеплитель. Здесь вот, посмотрите, посмотрите. Здесь вот. Ну вот, тоже вот это вот место, видите, как идет такая стойка из пяти досок, между ними щели. Ну, наверное, целесообразно с таким качеством утепления хотя бы, хотя бы добавить еще пять сантиметров, сделать контур утепления. То есть поперек вот этих балок положить брусок еще дополнительно, шагом 59 сантиметров, и сделать еще дополнительный слой утепления. Здесь мы видим, что уже в этой комнате другая идет пленка. Пленка здесь похожа на пароизоляцию. По-моему, это Utafol Silver H96. Это уже пароизоляционная пленка, но она у нас не проклеена. Ну, здесь, соответственно, ее можно оставить, эту пароизоляцию, ее нужно будет только проклеить. И таким же способом, как и в той комнате, нам нужно сделать утепление по потолку и по стропильному ферму. Сейчас я буду замерять, сниму размеры и пойду вниз, уже буду садиться в машину. Ну, все, друзья, померил я крышу. Получается, по мансарде 90 квадратных метров, по потолку 40 квадратных метров. Поехали дальше на второй объект. Так вот выглядит наш объект. Две стороны мы уже сделали. Две стороны практически уже сделаны под обрешетку. Не так много здесь осталось работы. Вот идет обрешетка сухой, строганный брусок 50 на 30, шагом 30 сантиметров. Устанавливаем его на подвес от гипсокартона. Не самое лучшее решение, но самое, наверное, бюджетное. Из более-менее нормальных. Потом эти дырки запениваем специальным пеновый утеплителем. Снизу идет цокольный отлив. Сделали вот такой вот широкий, потому что здесь потом, в следующем году, будем делать цокольные пластиковые панели. Садинг у нас идет вот в деке. Такой вот под брус. Цвет банан. Тут уже часть софита лежит. Вот эту стену мы сделали. Так вот это смотрится. Окна обходим, видите, около оконными планками. Специальная такая есть планка. Одновременно она и откос закрывает, и идет как наличник. Вблизи у нас, если так посмотреть, здесь идет финишная планка. Соответственно, этот откос впадает в финишную планку. Окна обходим вот этой планкой с трех сторон. Снизу у нас идет оконный отлив. Эту стену тоже сделали. Так, сейчас я прокарабкаюсь дальше. Кстати, давайте я вам покажу, в каких условиях у нас здесь живут строители. У них тут VIP-место такое. Здесь вот у них такая, типа кухоньки. Тут они готовят. А здесь вот они ночуют. Тут тепло, обогреватель у них стоит. Чай пьют. Нормальные условия для строителей, я считаю. Тут у них тоже саморезы. Эту стену тоже закрыли. Здесь на этой стене будет водосточная система. Зеленая пластиковая деки. Здесь вот тоже цоколь. Тут, видите, широкий цоколь, участок с уклоном. В следующем году мы его будем закрывать. Там идет металлическая фаска, на нее будет идти пластиковая водосточная система. Здесь тоже все обошли оконной планкой. Здесь у нас часть лесов стоит. Ну, как-то так. Ну и, соответственно, здесь еще будем все это дело подшивать софитами. Вот такой вот небольшой объект. Снизу вот они установили стартовую планку идет. А здесь идет соединительная планка. Называется H-профиль. Угол вот закручиваем вот в эти места, чтобы у нас было движение. Дом был утеплен, мы его не утепляли. Мы только обшиваем его фасадным материалом. Ну, как-то так в двух словах. Да, Макс? Да. Где твоя одежда? Форма. Или маска? Форма, форма, форма. Форма. Кирдык? Барбамби Киргуду? Я киргуду. Понятно. Когда коронавирус закончится, надо тебе форму купить, правильно? Да. А то ты как голодранец ходишь. Вот такой вот, друзья, получился небольшой видеоролик. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если есть какие-то вопросы, пишите. Желаю вам, чтобы вы не болели, потому что сейчас это пандемия дурацкая. Вот, всем удачи!